Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач о нашей жизни. Сегодня мы говорим об антисемитизме. Продолжаем эту, можно сказать, вечную тему. Вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Добрый день. И со мной вместе передачу ведет специалист по антисемитизму Маша Шеевиц. Мы предыдущую передачу закончили на том, с чего начался как бы антисемитизм настоящий. Да. Мы будем все время перескакивать, возвращаться, так или иначе. Мне очень интересно, вот тут великий философ Жан-Франсуа Вольтер, которым мы не только все знаем, по которому учились. Но и уважаем. Ну, уважаем. Он пишет, евреи являются ничем иным, как презираемым и варварским народом. Они самые наглые из всех людей, ненавидимые всеми их соседями. Они все рождаются с яростным фанатизмом в сердцах. Так же, как бретонцы и тефтоны рождаются блондинами. Рождаются блондинами. Я не буду удивлен, если эти люди когда-нибудь станут подлинным бедствием для всего человечества. Евреи внушают нас ужас. Короче говоря, это самый гнусный народ в мире. Тем не менее, их не следует сжигать на костре. То есть, у него все-таки есть такая гуманная концовка. Это произвольтян в Берлине. Статья произвольтянка. То есть, еще раз мы вернулись к тому, что неважно, ты интеллигентный человек, великий философ, в тебе живет эта волна. Это не имеет отношения никакого ни к нравственному, ни к какому-то цензу. Это накатывает. Это просто находится внутри человека, кем бы он ни был. На самом деле, во всех временах антисемитизм был... Антисемитизм получалось создавать самые потрясающие альянсы между прогрессивными левыми и варварскими исламистскими организациями. Между прогрессивными поэтами и так далее, историками, учеными, как во время Третьего Рейха. И пролетариатами. Обычной улицей. То есть, как бы всегда антисемитизм связывал всех, заставлял приподняться над различиями и объединиться в одно общее целое. Это то, что предлагает делать, наоборот, истинный иудаизм, да, каббала. Объединяться над всеми противоречиями. Только по-хорошему. Но не против. Если мы объединяемся над всеми противоречиями между собой, то мы можем вести человечество к добру. Ну, если мы этого не делаем, то мы таким образом передаем им эту силу, которая объединяет их в общей ненависти к нам. Мне бы хотелось задать вопрос по поводу вот именно истории антисемитизма, как он развивался в течение веков. Что интересно, это вот факт того, как развивался он по спирали, можно сказать, да. То есть были все время какие-то пики, то есть было время, например, несколько десятков лет, иногда достаточно спокойной еврейской жизни. Потом происходила какая-то попытка еврейская ассимиляции, вхождения в общество, какой-то интеграции, какого-то выхода, какого-то смешения с христианским или мусульманским или каким угодно обществом. И сразу же наступал пик антисемитизма. И потом снова был небольшой короткий спокойный период. С чем вот именно это связано? То есть, например, в Испании, да, возьмем Испанию, это настолько давно, 1492 год, изгнание евреев католическими величествами. Испании, настолько давно, что мы можем это уже действительно видеть достаточно явно, евреи входят в испанское общество, они входят во двор испанских королевских величеств, говорят о том, что они даже создали этот брак. Они принимают христианство, некоторые насильно, некоторые добровольно, они становятся советниками королей, они становятся политиками, баронами, они занимают ведущие финансисты. И на пике, на пике, казалось бы, их влияния, позитивного влияния на Испанию, да, их какого-то вклада, можно сказать, в общество, их изгоняют из Испании. Как можно объяснить, вот именно, казалось бы, мы вкладываем так много, так много даем? Объяснений много, кстати, простых, от зависти, от того, что они заняли мое место и так далее. Я начинаю подтачивать, подтачивать, что это такое, как-то пришли, кто-то пришел, не родился испанцем, пришел сюда, занял все лучшие места. Это самое, это объяснение, которое в основном так отвечает. Да, 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 оно курсирует по всем моим книгам, учебникам этого периода, это естественно, зависть. Это, как правило, естественная зависть, и не только зависть, это просто возмущение народа. Мое место, да. Кто нами правит. Да, и почему нам плохо, да потому что они правят этот, и с точки зрения, то есть всегда против нас. Вот, им нет никакого дела до испанского народа, и все. Кроме того, не только народ, а ведь и вся высшая его часть, все эти придворные, богатые, все прочее, там же все время интриги и так далее, все они тоже не желают видеть и чувствовать между собой и наверцев, и народцев и так далее. Это все понятно. Дело, я, конечно, не считаю, что это надо было бы приписывать вот этим всем случаям, когда евреи возвышаются и делают это все. Пики, они, естественно, показаны правильно, что вслед за возвышением евреев приходит спад. Совершенно неожиданный, совершенно какой-то непредсказуемый, и именно поэтому я бы все-таки отнес бы это к общей программе нашего и всего общего исторического развития. Потому что тут нет никаких первоначально, когда евреи становятся, допустим, в той же Испании, в Германии, в Англии, где бы ни было, во всех странах, где они проходили, как только они входили в страну, страна оживала. Они были вынуждены уйти из нее, убежать от нее, даже не беря с собой практически ничего, страна сразу же падала в своем развитии, это все было ясно, видно, понятно, и все равно не было никакой возможности убедить очередную страну, оставить евреев внутри себя, чтобы страна процветала. Я говорю все-таки... Меня все-таки интересует не связь возвышения евреев с их изгнанием, а именно попытка ассимиляции и разобщения внутри еврейской общины, после которой всегда следовал большой удар. Ну, это естественно, потому что народа не существует, если он находится между собой в таких противоречиях, если он не соединен вместе. Это можно как закон воспринять? Это абсолютно четко. То есть из-за того, в которой мы соединяемся между собой, в той мере мы представляем собою силу, духовную силу, и тогда нам нечего бояться. То есть мы заходим кулаком таким, мы единым кулаком заходим в страну? Кулаком духовным. Духовным. Связанным между собой внутренне. Человек человеку друг, одна семья, принижая каждое себя относительно других, соединяясь между собой, приплетаясь вместе, желая чувствовать себя одним единым целым, одной семьей. И только об этой семье, я думаю, об общем народе. Это может быть миллион человек, несколько миллионов. Но я думаю о них, а не о себе. Я думаю всегда о том, каким образом я смогу служить им. И в таком случае, и только в таком случае мы приносили добро стране, в которой мы входили. И сами между собой мы себя этим могли обезопасить от всех проблем. Смотрели на нас по-другому. Те люди, к которым мы приходили, те народы и страны. Мы... И всегда заканчивалось тем, что мы между ними находились, и начинался спад. Мы между собой не удерживали то состояние связи между собой, которое у нас было во время изгнания из предыдущего места. Когда мы изгонялись из предыдущего места, их ненависть к нам, она заставляла нас вместе соединяться. Мы должны были голыми боссами уходить из той страны, оставляя там все. И это нас объединяло, соединяло. И когда мы приходили в другую страну, соединенными, объединенными, мы могли действительно привнести в нее живительную и высшую силу. Но когда мы там осваивались, то начинали заниматься приобретательством всяким, вхождением в какие-то государственные и общественные институты там. И тут же начиналось между нами расслоение. Когда мы были нищие, голые, оборванные по дороге, то мы были все одинаковые, все равны. А здесь уже кто выше, кто ниже. И это общество, куда мы приходили, оно воздействовало на нас, и оно нас разделяло. И по уровню, и по направлению. И мы отделялись, отдалялись друг от друга. И таким образом мы теряли между собой связь. И здесь и начиналась в обществе ненависть к нам. Они перестали ощущать, что мы действительно благотворно влияем на них. И снова начинался период, последний период в этой стране, перед очередным изгнанием. То есть все зависит ни от чего другого, ни от какого-то другого параметра. Причина только одна. В нашем разъединении мы приходили объединенными, внутренне духовно сплоченными, и поэтому мы могли покорить как бы страну, духовно покорить страну. То есть войти в нее и дать ей весь наш духовный потенциал. Действительно, страна взлетала. И как только мы это совершали, это же наше действие, оно порождало связь с этим народом, где мы были. И это нас разобщало, и приходили к изгнанию. Вот интересно, понятно, что история переписывалась 1500 раз, правители переписывают свою историю. Вот интересно, мне очень, я как если бы я был историк, вот я проверил бы вот этот закон, действительно, точно бы так все и было. То есть я вхожу в страну, ты думаешь так, Маш, да? Да, я почти уверена. Соединенным, и в тот момент, когда я разъединяюсь, меня начинают ненавидеть и гнать из них. Вот это судьба еврейского народа. Да, в Испании, мы только что всегда посудили Испанию, и в нацистской Германии произошло то же самое. Когда в 18-19 веке евреи начали входить очень массово в немецкое общество, начали принимать христианство Гайдрих Кейна, есть многие известные философы тоже, начали резко входить в это общество. И в 19 веке, в конце 19 века началось очень-очень сильное разобщение в еврейское общение, в немецкое еврейское общение. Во-первых, в Германию пришли так называемые восточные евреи, которые убегали от погромов на Украине и в России. Немецкие евреи их и приняли. Они так и остались, так называемые Ost-iud, то есть восточные евреи, так и остались двумя большими общинами. Началось разделение между реформистской, ортодоксальной общинами, великие реформистские движения, вот эти немецкие. Началось разобщение, вот это вот, все больше, 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 как на пикселе разбежалась картинка, и тогда... Удар был, сумасшедший. ...произошел вот этот сумасшедший удар. Это закон природы, ничего не сделаешь. Это закон природы. Я думаю, что это... Ты говоришь, что в XVII веке примерно, да? Начало этому. В XIX веке пришли действительно в Германию иммигранты из Восточной Европы. Но до этого была ассимиляция все равно. Где-то с XVII века началась. С XVIII века началась ассимиляция, да. Вот в XVIII веке возникла Германия, сегодняшняя как таковая, в 1648 году. И после, особенно после французской революции, началось очень сильное движение ассимиляции Бонапарт. Сделало всех равными. Вдруг появилась и Галитефа, это не Тея и так далее. И вот XVIII-XIX век вроде бы должны были стать началом новой эры. Вот Бонапарт пишет очень интересно. Он пишет, они являются нацией, Наполеон пишет, в середине нации. Евреи это подлый, трусливый, жестокий народ. Они как гусеница или саранча, которые поедают Францию. Евреи являются нацией, способной к самым ужасным преступлениям. «Я хотел сделать из них нацию граждан, но они не годны ни к чему, кроме торговли продажным добром». Он говорит, я хотел нацию из них сделать. Французы. А что так лучше? Это вот ты только что Наполеон. А вот Вагнера я даже боюсь цитировать. Очень ладно. Да. Это надо понимать, что эти люди, они управляемы. Это не то, что у человека есть свобода воли, и он может быть хорошим или плохим. Он не может по-другому себя вести. То есть он таким образом ощущает мир и силы в нем. И выражает это. Не более того. То есть особенно, как говорят же еврейские источники наши, что сердце властителей и мистров в руках дворца. Давайте сейчас к началу еврейского вопроса вернемся. Давайте такой вопрос. Для чего был разрушен второй храм? Почему? Ну так вот. Мы сейчас все-таки введем передачу. И первый храм, и второй храм были разрушены для того, чтобы евреи разбрелись среди народов мира. Да. И через них в народы мира вот в таком вот виде, даже не в духовном, не в виде сил, нравственных учений, которые могли бы распространяться вне переселения народов. И через них все народы мира получили бы определенные задатки связи с высшей силой природы. И смогли бы затем в конце своего развития, где-то вот начиная с 20 века, начинать уже свой путь возвышения. То есть, если бы, как сказано, очень сказано так, попробую перевести, что вышли евреи в изгнание для того, чтобы собрать души народов мира, что-то вот такое. То есть, храмы, я начал с конца, храмы были построены для того, чтобы ощутили, да, евреи? Храмы построены были как аллегорическое такое проявление духовной высоты, которую тогда достигли. Первый храм – достижение уровня очень высокого высшего света, уровень хая, так называемый. И второй храм – это уровень Нашама, два великих уровня постижения. А после этого должны были упасть, раствориться в народах мира, ну, якобы раствориться. Причем это не в народах мира то, что мы представляем, потому что, согласно духовным корням, существует всего 70 народов мира. Но вот должны были таким образом разойтись. И было указано, что к концу 20 века начнется уже общее исправление мира, начиная уже с вновь созданного Израиля и затем присоединение к нему всех остальных народов. Вы сказали мне, у народов мира нет свободы выбора, и у властителей нет свободы выбора, их ненависти, можно сказать. А у евреев она есть? Да, к сожалению. Есть. Только у них и есть. То есть, любой человек, если он ощущает, если он ощущает потребность в свободе воли, он может ее достичь. Но только если он ощущает. А у евреев она обязательно существует. Потому что у них существуют две линии. Потому что изначально они ее получили, развили из древнего Вавилона. Но и сегодня любой человек, который ощущает потребность в этом, может присоединиться к этой же методике, как мы присоединились к Аврааму, выходца из древнего Вавилона, и получили от него эту инструкцию, каким образом себя развивать. Так сегодня и любой человек может прийти также к еврейскому учению, к Кабале, потому что она говорит о душах, каким образом их надо развивать, и может присоединиться, и то же самое делать. Вход в иудаизм, он очень простой. Тот, кто желает, пожалуйста, не имеет значения какой-то национальности. Евреи не обращают внимания и не судят об остальных народах по их национальности, потому что у них у самих национальности нет. Существует только единственное что. Или ты находишься в развитии себя с помощью этой методики восхождения, соединения всех ради взаимной любви, и тут может присоединяться к ним все человечество, без всякого ограничения, или народы, которые живут на животном уровне. Вы сейчас очень сильно упростили процедуру Гьюра. А ее ни в чем нет. А какая была процедура Гьюра в древних народах? Гьюр – это переход еврейский. Да, переход еврейский. То есть, как спросили Рут. Почему Рут? Да, можно Рут спросить, а можно еще до Рут. Или после Рут. Когда Елель пришел к нему, Гер, человек, который хочет стать евреем. Что значит евреем? Он говорит, не делай ближнего того, что не хочешь себе. До свидания, еврей. Да, иди, иди, иди. Ты еврей. Да. Все, ничего больше не надо. То есть, я как простой человек, допустим, не еврейской национальности. Вот слушая вас, ты задал вопрос, а у евреев есть свобода воли, а у нее евре нет. Вы сказали, а у евреев нет свободы воли. Ну вот это предложение для меня вызывающее. В принципе, много вызывающих предложений. Что значит, что у меня нет свободы воли? Можно еще, а у евреев есть? Можно это как-то просто объяснить? А у евреев есть свобода воли, но свобода воли в чем? Вот. Свобода воли только в том, чтобы, вопреки своему эгоизму, связываться между собой и создавать в себе свойства отдачи и любви. У неевреев есть такая возможность или нет? Нет. Те, кто занимается этим, они называются евреями. А, то есть он уже не является неевреем. Он не испанец, не француз, никто, он еврей. Если он занимается тем, как подняться над эгоизмом и объединиться для того, чтобы положительную силу провести в мир. Да, и все. И тогда в нем проявляется то, что в нас жило тысячелетиями, вот это вот духовный ген, или как его называете? Да. Если у него есть к этому потребность, значит, есть в нем духовный ген. И тогда он сможет стать абсолютно на равных с северийским народом именно в вопросе свободы воли. Конечно. Как это? А что его еще отделяет? И также передать это своим детям, как еврейский народ? А это не передается, это воспитание. Евреем называется не человек, родившийся от матери еврейки, как сегодня считают. Евреем называется тот человек, который готовит себя к эвер, к переходу из эгоистической парадигмы на вольтруистическую. Вот этот вопрос для меня всегда остается все-таки острым. Я не понимаю, убейте меня, не понимаю. С одной стороны, мы говорим, вот существует еврейский народ. Большинство сегодняшнего еврейского народа нет ни малейшего представления о том, что это... У них есть внутренняя предрасположенность, в них есть так называемый ришемот, запись, информационная запись в них есть о том, что они могут, они ее могут развить. Передает ли человек, который сегодня присоединяется к еврейскому народу, тем, что он говорит, тем, что он согласен заниматься этой методикой, он ищет любви к ближнему и так далее, и так далее. Передает ли он своим потомкам тот же самый, ту же самую духовную предрасположенность? Да. Или они должны так же точно... Нет, 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 нет. Передает своим потомкам духовную предрасположенность. То есть каждый человек... Потому что они являются его кругооборотом. Еще одна точка, которая... Все упали, зрители упали. Еще одна точка, которую надо выяснить. Ну, вы не выясним, потихоньку ничего страшного. Потихонечку. Это проблема, которая несколько тысяч лет... У меня есть один острый вопрос. Ну, если ты... Давай, начинай. Острый вопрос. Вопрос такой. В таком случае, значит, человек не еврей, который принимает эту методику, становится евреем. В таком случае, учителем его должен быть еврей. Учителем? Учителем. Конечно. А то есть вы утверждаете, что как бы евреи должны стать учителями всех не евреев, всех 70 народов. И это как бы... Конечно, и сказано так, и будете вы народом коинов и так далее. Через вас благословятся все народы земли. То есть поднимутся на духовный уровень. Ну, сказано, сказано. Но вы представляете человеку вот услышать это? Вот сейчас вот нас смотрят, допустим, народы мира. Я думаю, вообще-то, между нами говоря. Я пробовал объяснять это не евреям. И они это спокойно воспринимали. Ну, может быть, от вас. Ну, а что значит от меня? Я говорю тебе о выступлениях перед массами людей. То есть студенты, студенты католического университета. Ну, абсолютно свободные люди такие, знаешь, по всем понятиям. Вы объяснили, что евреи будут учитывать. Если у меня была возможность объяснить, то я в конечном итоге им объяснял и это состояние. Но принцип же существует в том, что евреи не станут учителями по биохимии, и по политологии, и по социологии. А именно в вопросе объединения. В вопросе объединения всего человечества с проявлением в этом объединении. И вот как есть этот кружочек внутри. Объединиться вокруг него таким образом, чтобы в нас проявилась высшая сила. После того, как евреи сами для начала воспроизведут эту историю. Да, они смогут только тогда передать им всем остальным. Они совершенно не знают об этом ни о чем. Ну, там химия. Я должен, как народ мира, я свое передать. То есть переделать. Конечно, именно это передать. То есть я сам должен достичь такого состояния, когда я связан с остальными. Неразрывно. В одном и едином целом. И именно вот это свойство я объясняю, обучаю и передаю следующим там моим ученикам. То есть я должен проявить в себе вот эту генетическую духовную информацию. Конечно. Раскрыть. Раскрыть ее в себе. Я еврей. Я еврей. Объединиться с остальными евреями. Да. Всего мира. Да. И потом к нам потихоньку начнут присоединяться все остальные 70 народов. Да. Даже если мы не будем ими заниматься. То есть... Присоединяться. Подтянуться. Мы будем не фактическими учителями, а как примером или... Так и сказано. Будете вы примером, да. А фактическими учителями мы будем или нет? А как же еще? Но это же не учение, что ты должен сидеть и учить. Это объединение, проникновение взаимном, взаимном слиянии, соединении, сближении людей друг с другом, внутренним. Когда они начинают ощущать себя как одно единое целое, начинают растворяться их желания эгоистические. Вот как нагреваются, допустим, кусочки железа, золота, неважно чего. И они становятся одним единым целым. Так? Вы знаете, это ужасная картина, на самом деле, для любого современного человека. Это потерять мое «я». Наоборот. Я обретаю «я» свое «я». Потому что я объединяюсь со всем человечеством. И объединяюсь «я». То есть мое «я» увеличивается на 8 миллиардов раз. Но это уже будет не индивидуальное «я». Это будет мое вечное, совершенное «я». Вот на этой... В этот раз не драматическое. Не драматическое в этот раз, а довольно оптимистическое, может быть, ноте. Мы закончим нашу передачу. Дорогие друзья, смотрите нас и дальше. Мы будем продолжать эту тему антисемитизма. Кто такие евреи, кто такие народы мира. Будьте с нами и дальше. До свидания.